Здравствуйте, люди добрые, душечистые, Вадим Карабинский на связи из родового поместья семьи Карабинских. Мне вот Галина звонит и говорит, а чего бы тебе, а почему бы и нет, не снять новогоднее обращение поздравления к нашим единомышленникам, ко всем, кто мечтает о родовом поместье или уже даже обустраивает родовое поместье. Мол, смотрю телевизор, а там чиновники, губернаторы один за одним по 15 минут портянки читают какие-то поздравления и все так нудно. А почему бы, ну почему ты-то не можешь записать поздравления, ладно, понятно, Владимир Николаевич Мегре, это само собой святое, ну а ты-то что сидишь, а я такой занимаюсь плиткой, тут душевую надо делать, и вот первое такое, да я же занят, какие поздравления, вообще какой Новый год, а потом все-таки собрался с силами и решил не просто поздравить, а что тут поздравлять, это уже миллиард какой-то Новый год на земле, этим нас не удивишь. Что важно, вот что важно, что важно? Важно выразить свое самое-самое-самое искреннее недоумение и не покривить при этом душой. А мое недоумение в том, что как при наличии огромных возможностей тех людей, которые живут в городах, нормально зарабатывают, или занимаются бизнесом, или какие-нибудь вот фри, что там вот, в общем, свободно, когда они привязаны там к офису, ведь таких же людей огромное количество, почему они не создают родовые поместья? А почему те люди, у которых не так много возможностей, почему они не делают шагов в направлении создания родового поместья? Почему они ездят по поселениям, не ищут землю, не приглядываются, не знакомятся с людьми, они просто не дают шанс судьбе, Богу, всему светлому, всему сущему во вселенной помочь им? Вот почему они сидят, боятся, вернее, я же не знаю даже, чем они занимаются, боятся, не боятся, скорее всего, они даже не думают. Просто в силу обстоятельств, в силу условий, которые создает для нас система, люди просто не думают об этом, не вспоминают. Или вспоминают настолько вскользь, что нет сил сконцентрироваться на этой мысли, зацепиться и додуматься-то, а может быть сделать вот сегодня какой-то микрошаг? Нет на это сил, я уверен. Поэтому сил в следующем новом году, и давайте уже сюда, не то, чтобы сюда, туда или сюда, в светлое будущее, в то самое, которое прекрасное, как есть же гипотеза, что Дарая там или один микрошаг, или, допустим, 300 лет, и от действий каждого человека зависит вот эта длина пути. А как такое может быть, что буквально вот этот всего лишь микрошаг и уже рай? Я по себе скажу, что как только я понял, что да, я буду создавать родовое поместье, я пошел по этому пути, сразу изменились внутренние чувства. И вот именно чувствами, не материально еще, но чувствами уже оказался в раю. Или, во всяком случае, очень близко, вот где-то вот эта колючая проволока туда, в рай. И я уже прямо рядом стою, и меня оттуда солнышко греет, мне хорошо. На уровне чувств было, сразу стало очень хорошо. И с тех пор, уже 18 или 20 лет прошло, с тех пор именно чувствами я в раю. А ну а после того, как я начал обустраивать родовое поместье и соприкасаться с мыслями Бога, вот вы их видите на заднем фоне, мысли Бога, вот этот ветер, который дует в лицо, снежинки, которые у меня втыкаются, морозят, холодят руки, это все вот мысли Бога. И вот после того, как начал с ними соприкасаться, и после того, как начал еще и сам творить, выстраивая красивое из того, что Бог придумал, там, ну, от цветочков до деревьев, ну, стало еще лучше. Уже не только чувствами, но и ощущениями. Я стал ближе к раю или даже в раю. Ну, кто его знает, какой он там рай. Но то, как я живу, то, как живет моя семья, я считаю, что мы живем в раю. И много-много-много-много семей, людей в России живут в раю. И чувствами, и ощущениями, и даже во многом материально. И вот давайте, в общем, светлое будущее. Впереди еще один год, за год можно успеть очень много. Все, вот, вот, или мы концентрируем на этом мысле, сосредотачиваем, выделяем силы в этом направлении, или нет. И, в общем, нужно для того, чтобы получить вот эти прекрасные результаты, чтобы просто уже сразу начать жить в раю. Вот прямо сейчас, вот смотрите. Вот все, нажимаете на стоп, через микросекунду начинаете жить в раю. Вот эту реальность, ну, попробуйте на этом сосредоточиться. Или хотя бы вот весь следующий год пробуйте на этом сосредоточиться. А вдруг получится. Ну, у нас же получилось. И не то, чтобы мы прям зазываем, давайте все к нам. Просто хочется порадоваться еще за огромное количество людей, которым тоже хорошо. Ну, за всем все. Будь добру.